Так вот, мы можем обсудить. Я помню ваши вопросы, эти самые последние, по поводу, во-первых, в том, что вы послали по поводу судостроения в Голландии. Да, да. Похоже, что это вообще начало капитализма в мире. Ну, понимаете, смотри, как определяется капитализм. Ну, начало промышленного производства с разделением труда, как оно у Адама Смита описано, вот прямо вот так оно было в Голландии, в судостроении. Более того, Адам Смит, он же пишет, мне удалось его книгу в свое время прочесть, кстати, не так давно, пару лет назад, как «О богатстве», я уже забыл, его основной труд. Так он указывает, что разделение труда особенно благотворно было в тех странах, хорошо происходило, где была транспортная система. Поскольку железных дорог еще не было, большое преимущество было у стран с развитой системой реки и канала. И в свое время Англия, кстати, вот для этого развилась, но вот в Голландии это было. Ну, Англия немножко позже. Англия это было, скорее, 18 век. Ну, я говорю, в Голландии это первое. Так в Голландии это было, и в одной из статей, которая мне мелькнула, она тут все время восстанавливали, где и что, что судостроительная промышленность, действительно, там разделение труда настоящее было, и вот эта лесопилка на ветряках, я ее видел и потерял, не смог пока найти. Наверное, где-то сможем найти опять. Короче говоря, и механические устройства, и разделение труда, и действительно, они стали чемпионами в мире по производству хороших и дешевых кораблей. И основную часть грузоперевозок мира они взяли на себя. Все правильно. Только, вы знаете, я всегда смотрю не на то, что не на пике, а я всегда смотрю вообще вот на, так сказать, на все протяжение. И, в принципе, меня вот, на самом деле, интересует даже еще больше, чем вот подъем, меня еще больше интересует спад. Ну, чистая история, что в истории происходит. Да-да-да. Чем был связан спад? С давлением других более сильных стран, я могу предположить. Средителями спада, скажем, в Америке абсолютно. Прямо на наших глазах. Ну, хорошо, это эпидемия. Подождите, давайте вернемся к Голландии. А, конечно, Голландия. Начиная с примерно 1672 года, в принципе, в Голландии был спад, начался спад. Особенно это был удар во время войны за испанское наследство, это вот с 1700 по 1713 год. Очень сильный. Ну, это уже 150, даже больше, 150 лет назад, после их начала расцвета капитализма. Александр, можете чуть-чуть ниже камеру, а то видно только верхняя часть вашего экрана. Вот как сейчас? Да-да, так вот. Вот, да. Да-да, так с чем был связан спад? С войнами, да? Начиная с религины уже, это самое, 18 века, в общем-то, можно сказать, что это самое, что Испания, что Голландия, она уже перестала быть, перестала считаться вообще, это самое, в каком-либо плане, там, великой державой. Хотя там уровень жизни был достаточно еще высокий. То есть там самые высокие зарплаты еще пока были. Ну да. То есть более крупные нации, они взяли вверх. Но это не умаляет, что вот это новое время и производство с разделением труда, использованием нечеловеческой энергии, не животной, не человеческой энергии, разделение труда, это у них. И многие, почему я, еще почему я об этом говорю, у нас была хорошая учительница истории, Элеонора Ивановна. Она на основе марксизма, в школе, на основе марксизма все трактовала. И действительно, это не случайность. Нации, в которых развивается экономика, они в военном отношении становятся сильными, потому что они могут большую часть людей высвободить на армию. Ну, в общем-то, Голландия в этом плане как раз у них очень была армия, особенно в 18 веке, очень, так сказать, она... Вы знаете, я говорю о периоде зарождения капитализма. Я говорю о конце 16-го и о 17-м веке. Мы же не можем сразу обо всем говорить. Нет, мы должны сразу обо всем. Грубо говоря, понять вообще что-то, что происходит. Кстати, не надо забывать, промышленная революция, именно промышленная революция, в Голландии пришла достаточно поздно. Пришла совершенно не в тех местах и не с теми людьми, которые обычно ожидали. То есть она пришла где-то примерно во 2-3, там, 19-го века, уже после. Пришла она, в общем-то, не в Амстердам, не в Роттердам, а так далее, а вот в всякую так называемую отсталую восточную провинцию. И предприниматели это были, кстати, евреи, только не те, не амстердарские евреи, а именно провинциальные, эти самые... Ашкеназы или Сефарды? Там, наверное, те и другие же. Ашкеназы, Ашкеназы. Вы имеете в виду уже такое машинное производство, основное... Да, 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 да. То есть когда это все началось именно, вот это началось, говорю, вовсе не там, где обычно ожидали, не устрадали. Это уже другая эпоха. Это другая эпоха, то есть это... Это другая эпоха. Начало капитализма в мире, я все-таки буду продолжать настаивать, это была Голландия, потом переметнулась в Англию и так далее. Это изменило человечество. Капитализм это был таки исключительно английский. То есть во всех отношениях. Подождите, вот это биржа, биржа. В Голландии это был один из периодов, так сказать, процентарных, который... Ну как, понятно, потом оно перешло в другие страны, но основные элементы вот этого нового мира, они там возникли. Ну так даже мы в школе, даже в советской школе... Не, ну то, что в советской школе, то, что там, понимаете, за это время, в общем-то, пока мы учились, в общем-то, историческая наука, она тоже на месте не стояла. Ну вот, а я вот считаю... Кое-что вытащилось, кое-что выяснилось. Вот посмотрите, которые я вам сегодня прислал. Они это же утверждают. Они утверждают, что кораблестроение это была первая современная индустрия мира. И она просто огромная. Она не просто себе, как одна из отраслей. Она огромное влияние на мир оказала. И фондовая биржа. Понятно, что это была огромная идея. Два элемента капитализма, они возникли. Ну, судостроение. В Венеции был так называемый знаменитый арсенал, в котором было очень и очень все стандартизировано, очень хорошо они строили корабли и все прочие. Кстати, прочие моменты. Был тоже один из ведущих. Это было вот даже еще раньше. Это было в 14-15 веках. Он довольно долго оставался. Ну и что? Это не означает, что в какой-то степени что Венеция это, так сказать, правоозвестный капитализм. Ну, хотя... Я с вами согласен, что это обсуждение можно... Мировая торговля. Какие-то элементы капитализма... Конечно же, какие-то элементы нового мира у них уже были. Надо смотреть и на это тоже. Теперь, если делать такой кульбит, еще к одному вопросу, который я пытался сегодня коснуться. Скажите, вот расцвет Османской империи, когда он происходил? В какую эпоху? В 16 век. Особенно можно сказать это царство... То есть правление, говорила. Правление вот Сулеймана Великолепна. А скажите, а научно-технические и экономические какие-то там были интересные новые явления? Принципиально нет. Ну, там что? Там был установлен порядок. Там было... То есть какие-то какие-то технические нововведения? Нет. Технические нововведения в то время это были в общем-то в этой самой как раз Европе. А в отношении науки это, можно сказать, вообще это вот как раз тот самый период, о котором мы говорим. Как раз он был на удивление отсутствовали какие-либо вообще говоря, научные продвижения. О, сейчас. Одну минуту за стороной. У вас звонок, я приостановлю. Алло, Арон? Можете приостановить. Я запись так при... Александр, я восстанавливаю запись. Последнюю фразу повторите. Кто ввел алгебрические обозначения? Виет. А? Виет. Виет. Да, француз. А, видите, это имя не очень на слуху. Ну ладно. Это в какие годы? Это конец конец 16 века. О, это интересно. Конечно, что-то там сделал это самое, сделал Кеплер, конечно, он там создал вот эту вот схему и так далее. Но в реальности вот есть... Подождите. Какие годы Ньютон творил? Смотреть, в общем-то, этот период, он был на удивление, как ни странно, отсутствовал особо... Ньютон, Ньютон, в какой период творил? Творил 70-е, ну, начиная с 70-х годов 17 века. Ага. То есть это уже позже. Ну, вот эти системы, на которых он... Те плечи гигантов, на которых он говорил, что он стоит, они... Ну, хорошо. Ну, вот мне кажется, что Османская империя Аарон интересовался. Я с нетерпением жду, когда он приблизится к нам. А вот интересно, вот мореплавание... Это же море арабским называлось, да? Мореплавание в арабском море, кто там занимался? Это арабы или турки, или кто? Где там? Между Египтом, я конкретно скажу, между Египтом и Индией. Ну, в начале это были, в общем-то, это самое, там были базирующиеся... в Индии, в Индии, вот в Аравии, это... было мореплавание, или вообще они там караванами все возили? Через Саудовск. Мореплавание, начиная с начала 16 века, патрубальцы поставили свой контроль. Подождите, а, подождите, там уже была... Они, грубо говоря, контролировали... Подождите, там уже должна была быть тогда колония, потому что иначе... Колонии были, пожалуйста, основной это была Гоа, колония, была колония в Диу, были, они создали колонии на Персидском заливе, в Амане, там Макао у них были, колонизировали Саилон, у них были карты. Интересно, Александр, вам трудно было бы или не очень найти карту в соответствии того, что вы говорите? сейчас могу. Вот Аарон пойдет. Одну минуту. Долгожданный. Аарон. Привет, что выключили. Вы уже слышите нас, да? Да, да. Мы соскучились. Как? Не так и жарко. Ну, это в... А, ну, может, сейчас вечером? Нет, дождь. Нет, не имею в виду, сегодня не так жарко. Ну, да, когда 36, это уже не 40. Ну, да, у нас чуть-чуть поменьше, но у нас, в общем-то, тоже это все хватало. Аарон, вам удалось вот это обсуждение на WhatsApp видеть там разные вопросы? там больше вопросов, чем ответы. Сегодня вы не смотрели? На экран? Ну, в нашу группу, Аарон, Александр и так далее. Я там... Нет. Разные темы. Вот, допустим, меня интересует, вот, мне кажется, вопросы с Османской империей вы занимались, читали, да? Когда евреи из Испании пришли в Османскую империю, а, это... Был ли там какой-то значимый подъем... Да, но они, конечно, в конце 15-го века. Был ли там какой-то значимый подъем в науке, технологии? В науке, в науке вообще нигде не было особого подъема. Вот, если можно, я бы, я бы Аарона тоже спросил, как бы мы дополняем знаниями друг друга. Может, Аарон знает на эту тему. Простите, еще раз вопрос, я не... А в Османской империи после переселения туда евреев... Испанских евреев, да, повлияло ли это на их жизнь? На их... На что? На науку, экономику, технику, технологию. Вот. Вот вас заинтересовало, вот, пожалуйста. Да, да, да. Вот. Сейчас, подождите, Александр, одну секунду. Аарон закончит фразу, и мы вернемся. Насколько я понимаю, структура общества просто была такой, что наука и технологии до промышленной революции, до начала промышленной революции, скажем так, наверное, до 18 века, они не так влияли на изменения, не так быстро влияли на изменения общества. Кроме косых парусов, наверное, то есть парусов, которые позволяли кораблям двигаться, используя силу ветра, не по направлению ветра. А где они были введены косые паруса? Аарон? Что? Где были введены косые паруса? Не, ну это, вот, если можно, тут у меня как раз вот есть, вот эти вот, было построено, вот, каравеллы, которые как раз это португальцы сделали. Вот я тоже читал, что Португалия до Голландии была самая продвинутым кораблестроителем и мореплавателем, да? Да. Вот, кстати, вот их новые пути. Вот. И вот они. Но, конечно, в то время не сравнить это, к примеру, то, что на тот момент, скажем, то, что создавали китайцы. Это по сравнению с тем, что и было там и европейцев, это никакое сравнение не идет. Империя Мин. Империя Мин. Империя Мин. Империя Мин, имеется в виду. Да, да, да. Для тех, кто менее эрудирован, два, три примера, если можно. Вот, то, что отправили, это самое, то, что отправились корабли, вот это вот, в начале 16 века, был адмирал, по-моему, Дженг. Дженг, у него корабль был ну, примерно раз как минимум в 10, если не в 20, больше, чем вот те каравеллы, которые были отправились на открытие Америки у Колумба. Ну, каравеллы вообще сравнительно небольшие суда. то есть китайские, подождите, китайские суда, вы хотите, ну, они, может, были большими, и они хорошо преодолевали они сделали экспедицию в Индийский океан, причем там основательную, там, где были сотни студов. Я понял. Если не тысяча, то есть это не сравнить никакое с тем, что вообще могла на тот момент дать Европу. Вообще, вот эта часть китайской истории одна из самых удивительных, потому что совершенно непонятно, как из того взлета начала 16 века Китай пришел к тому, что после там всех этих маньчжурских и прочих завоеваний он пришел к, то есть, но накануне маньчжурских завоеваний пришел к глубочайшему системному кризису, который привел в конце концов к власти маньчжурской династии чужедемная, которая в конце концов привела к еще большему системному кризису всю Китайскую империю. Скажем так, в очень упрощенном виде, в очень упрощенном виде. Арон, короткая техническая фраза, вы хотите включить запись, я вам разрешу? Да, я прошу прощения. Да, это интересная тема, это очень важная тема. Вот тут есть вопрос. А вы знаете, у меня есть предложение, какое огромное преимущество, ой, ну, давайте Александру, я более энергичный, я запомнил вопрос о Роду, у меня есть частичный ответ на него, напомните мне, давайте Александру дадим. Зелененькое это Португалию. Зелененькое это владение Португалией. Да. Это с датами, когда они пришли под португальский контроль. Так. В общем, в конце 1400-х годов, в начале 1400-х. Они начали, да, потом дальше вот, и вот видите, они в начале 16-го века они поставили под свой контроль торговлю между в Едейском океане. Но обратите внимание, вот то, о чем мы говорили, Генуя никакого к этому отношению не имеет. То есть через Египет товары не шли. Генуя это было, прошу прощения, Генуя говорил про Испанию. Сейчас, одну секундочку. Это страны, которые между собой не очень лазят. Вы хотите сказать, что другие страны через Красное море в Индию держали морской путь? В общем, да, вот это вот. То есть Португальцы пытались поставить под свой контроль здесь, в начале 16 века. Были войны. Подождите, а у Испании, подождите, это же была Османская империя в этом месте. Османская империя нет. Здесь был еще Египет. Здесь был еще Египет. Подождите, Египет был, когда его Мамлюкский воин, 1517 год. Когда в 1517 году Атаманская империя захватила Египет под свой контроль. Вот хорошо. Я прошу прощения, это как раз тема рассказа последнего. Ну вот Аран, да, Аран хорошо знает это. Я прошу прощения, когда монголы, ну, накануне захвата Багдада, если не ошибаюсь, Хан Хлагу, я могу ошибиться, я не помню, то есть вот, он объявил, что он уничтожит династию Халифов, и Халиф нашел двух каких-то очень дальних родственников, очень дальних родственников, один из них был Жулик, а второй Реветилик, что-то такое, и дал им наследственный документ о том, что они наследуют власть Халифа. Халиф это поверитель всех правоверных, и потом после нескольких достаточно интересных и забавных приключений, они оказались в Египте, а потом один из них бежал под покровение из Египта, ну, то есть и передал свою, то есть как бы, как это называло, мандат, мандат, да, этому, ну, султану Египта, а второй бежал к султану Турции и передал султану Сулейману, если не ошибаюсь, вот это, да, то есть на момент начала 16 века Турция и Египет еще не разобрались, кто из них главный повелитель правоверных, в конце концов, это, естественно, перешло к турецкому султану. Мы обсуждали с Александром, чтобы связать предыдущие... Прошу прощения, у Алексея нет замечаний по этому. А, нет, это здесь я прохожу, что вот тут воевали в свое время португальцы с мамлюками, с египетскими мамлюками. Да. Была война, вот, за контроль над... Персидским заливом, над Красным морем, над Кофе. Ну, они пытались захватить так все-таки объясните мне, пожалуйста, до того и после того, как Португалия вот эти колонии основала, которые вот Александр нам показал, как... Был ли поток товаров между Генуей, которая, мы видим, что она Средиземное море контролировала, да, и Индией? Был ли поток товаров или не было? Если был, то как основная масса этого потока помогает? Нет, поток товаров подъехали. Можно? Я знаю, что это Карадово. Нет, что это не врачевых Карадово. Я знаю, потому что мы специализировали на этом районе, мы больше потратили времени. Вот, вы видите, что происходило? Вот, вот это, вот эти венецианцы, вот это вот, это тоже, они как раз делали ставку на мамлюков и на атаман против португальцев. вот их посольство. Они взяли себе маленькую часть транзита, ну, пряности, условно говоря, пряности. Там не только пряности были, но... Пряности как они шли? Вербродами через Аравию, наверное? В том числе было два пути, один из них шел через Индийский океан, через Армуз и Йемен и Красное море. Подождите, из... От Египта, да? От Красного моря, да? Да. А второй шел через степи и добро пожаловать в Монголию. У меня вопрос, подождите, я хочу добраться, Александр пытается нас уводить, у меня конкретный вопрос, который я для себя хочу прояснить. Кто вот этот морской путь обслуживал? Кто? Через Красное море? Через Красное море к Индии. В начале мамлюки, потом стали португальцы пытаться вот его, они, в общем-то, победили мамлюков. Подождите, португальцы вы видели на этой карте? Там не было Красного моря. Было. Показать? Ну, покажите, я же ее увидел. Покажите еще раз. Если вы не будете тасовать карты и не покажете нам другие карты бестсоятки. Но, Михаэль прав в том, что португальцы пользовались тем, что у них оказался путь вокруг Африи. Да, да. То есть очень сильно облегчало это. А вот кто обслуживал путь еще раз от Египта, он более ранний. У португальцев... Вот он. Вот, пожалуйста, вот этот путь. Вот они 16 столб. Александр, мой вопрос-то был о другом, да? Да. Он был о пути из Средиземного моря через... переваливать через этот перешей, где сейчас Суэцкий канал или что-то такое. Да. И плыть по Красному морю. Был ли такой торговый путь или нет? Да, был. Кто его обслуживал? Какие мореходы? В какое время? В свое время? Ну, давайте, меня сейчас больше интересуют 1400-е, 1500-е и 1600-е годы. Словно говоря, мамлюки контролировали иранские, иранские, арабские купцы. Ну, и индийские тоже. И индийские купцы тоже базируются в Средиземном море. Подождите. И в Средиземном море Генуэ. Подождите, я... Средиземное море... Вы успели посмотреть, Аарон, то, что мы неделю назад? Да, да. Там Средиземное море была картинка, Александр показывал. Но она Красного моря не касалась. Мне интересно, кто был мореходами. Мореходы – это очень важная профессия. Я все время хочу до этого добраться. Вы меня какие-то... Кто мореходы, но арабы были мореходы. Кто отдался, кто с кем договор заключил. Кто был море... У меня история технологии и техники. Арабские купцы были мореходами. Арабы. Какие арабы? Которые Саудовская Аравия или где... Нет, не Саудовская. Нет, не Саудовская. Йемен, Армуз, Аман. Вот это вот. Вот эти два. Арабы. И вот здесь вот эти... Вот этих местах. И там же, где были пираты, о которых сказал Александр неделю назад, да? Да. Рабские пираты, они же были мореплавать... Не они же, но не так далеко. Родственники их, скажем. Михаэль, я... А что за кораблями они пользовали? Я хочу к технике. Дайте мне немножко с техникой. Корабли арабские тоже. А потом вернетесь к царским интригам. Пожалуйста. Вам нужны арабские корабли? Сейчас покажу. Мне интересно, да, какая технология, какая техника была. Они вдоль берега, наверное, плыли, да? Да. Не такие... Нет, нет, нет. В Индийском океане особенно следующее. Там есть муссоны, которые полгода дуют в одном направлении, полгода в другом. Это как раз очень удобно было для торговли. Ну да, у них не было треугольных парусов. Вот. То есть, это, кстати, это были... Кстати, у них, да, действительно были прямые паруса. Да, потому что очень удобно. Потому что они не могли плыть. Им муссоны помогали. То есть, они в один сезон плыли туда и в другой сезон плыли. Да, половину сезона Абсолютно. Абсолютно. То есть, такое... Хорошо, а кто строил корабли? А кто строил корабли? Они что, из африканского леса, наверное, корабли строили? Ну, были там, конечно, какие-то леса, естественно. В Африке? В том же Йемен, в том же Йемен, там достаточно еще лесов. в Йемене еще были леса, да. В Йемене были леса. Понятно. Хороший вопрос. Я думаю, что и... Слушайте, да что вы говорите? Вы еще в начале 20 века или в конце 19 века на территории Саудовской Аравии водились страусы. Ну, страусы, это все-таки саванная такая. Последний, последний страус земли Израиля убежал по направлению к Саудовской Аравии в начале 20 века. То есть, там в Йемене где-то есть зоны с влажным климатом. В Йемене, естественно, были леса. В Йемене, естественно, были леса. А вот дом. С другой стороны, там Африка рядом. Они могли... Я думаю, что они завозили... Они могли дерево из Африки? Дерево из Африки. Или сами верфи где-нибудь на африканском... Вот смотрите, вот эти арабские корабли. Не, но это совсем маленькие. Вот такие они были? Они вообще не были. Это вот они... Они как раз и вели вдоль Суахили и так далее. Вот они... Вот, пожалуй... Вот такие корабли могли... Да, вот это традиционно. Такие. Могли, ну... Ну, тогда я прихожу к выводу, что эта торговля действительно была в основном пряностями. А что еще могли... Ну, пряности, шелк, да? Вот они в Индийском океане. Ценные камни. Ну да, то есть вещи, которые маленький объем. Да, видите, вот они в Индийском океане. Вот так они ездили, возили. Нет, ну, ну, что, нужна же каюта, большой запас еды. Не нужно. Можно поехать вдоль берега и таскать... Я понял, что они вдоль берега. Вот, вот, вот традиционный долл. Вот он. Там вода нужна была на сравнительно небольшом участке, где путь шел вдоль пустыни Ирана. В пустыне берега. Вот смотрите, вот такой был корабль. Вот долл. Пакистан. Вот. Видите, Михаил, видите корабль? Да, Ну, тут трудно понять его размеры. Там есть какая-то человеческая фигурка? Вот, видите, вот это люди. Ага, ага. То есть, грубо говоря, сколько метров? 30? Ну, порядка. Ну, это уже такой, это побольше корабль, чем те, что вы на фотографии. Да, но на тех тоже плавали. Да, это все-таки микс. Эти микс. Вот. Эти, не, это лодки. Это в Мозамбике, вот это вот. Я могу это другая, другой мастер. Я могу, то есть, как бы добавить от себя, что, ну, основным стартапом этого времени были не технологии, а, скажем так, разведывательная деятельность, то есть, установление контактов, коммуникации с местными людьми. Там, действительно, в этих контактах принимали участие евреи. Индия, например, Качин, да, бывшем штат Керала, если не ошибаюсь, то есть, которые жили там с восьмого, по-моему, века нашей эры, если не раньше, да, черные, черные евреи, так называют. Да. И возможность евреев разных общин завязывать, устанавливать контакты, она высоко ценилась, насколько я понимаю, ну, и арабами, естественно, потому что, ну, и монголами, и, собственно, португальцам, несмотря на все запреты, до, до введения инквизиции в Гоа и в португальских колониях, кстати, инквизиция не касалась, насколько я помню, евреев, ну, местных, инквизиция, как вы помните, преследовала евреев конверсов. Конверсов, да. Проверяла, насколько они, и даже в самой Португалии, опять-таки, до ее завоевания Испании, в принципе, там, благодаря тому, что там был, в принципе, так сказать, много христиан, был свой агент, который дал очень большие деньги папе, в общем-то, было, в Португалии не была введена инквизиция, вот, до присоединения Португалии к Испании. Какая была экономическая роль евреев или конвертов в Португалии? Кто-нибудь знает эту тему? Огромное, это было, они, во-первых, составляли очень высокий процент, дело в том, что большинство евреев, когда сдали из Испании, они бежали в Португалию, естественно. Мне говорили, что среди ремесленников и торговцев чуть ли не 10% были евреи. Нет, не 10%, а Португалии население было евреи. Население, может быть. Обычные евреи, крупные... Значит, среди торговцев, мореплавателей, ремесленников их было большинство опыта, может, еще больше. Теперь у меня вопрос. Я клоню, я не просто случайно, я все время пытаюсь какую-то линию проверить. Кораблестроение в Португалии. Вот, кстати, вот смотрите, вот это музей в Кувейте. Здорово. То есть, это корабль вот этого периода, которого... Да-да-да-да-да. Да-да, вот это уже похоже, он чуть более крупный. Вот, видите, вот, ну вот понятно, там уже вот это вот, вот они вот такие были. И, видимо, с португальскими им трудно было тягаться на море португальского. Особенно португальцы, которые продвинулись силы. Португальцам были пушки. Ну да. Теперь подождите, я не успеваю свой вопрос задать, все время вы меня задеваете. К кораблестроению в Португалии евреи и конверты имели отношение? Да. А что вам известно об этом? Известно что-то или в основном... скажем, они были вот в том, кто, кстати, впервые увидел, вот, открыл Америку, скажем, увидел землю, которую в рекламе Колумбе, это были таки евреи, ну, новые христиане. Это мореплаватели вы имеете в виду? Мореплаватели. А я имею в виду судостроители. Инженеры? Не знаю. Обязательно, ну, владельцы, верфей, предприниматели, инженеры. Предприниматели, да, были однозначно. Однозначно финансированные. Те, кто вели это производство. Те, кто ремесленники, которые, собственно, строили суда, я не знаю ничего. Это же не ремесленники, это же кто-то должен, скажем, хозяин верфи, это не просто себе ремесленник. Верфи, это огромное хозяйство. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я помню, что один из рассказов про строительство каравелл был заблажакован по причине обычаев, ну, просто избытка всяких технических деталей. То есть он просто стал бы очень тяжелым. И, насколько я помню, там фигурировало строительство океанских судов именно евреи. Да. Да? Да. Почему? Почему я говорю? Потому что я как шерлоком. А? Насколько это было массовым, я не знаю, но... Вот эту линию надо проверить. Потому что когда португальские евреи переместились в Голландию, Нидерланды, после этого там начался случайно или не случайно, там какие-то были новые технологические открытия, которые потом в Португалии уже была на вторых ролях, а Голландия... Проблема в том, что португальцы начали строить свои каравеллы до того, до исхода евреев из Испании в Португалию. Ну да. Да. Правильно. Я имею в виду, что изгнанные из Португалии евреи, прибыв в Голландию, это гипотеза никакого, это можно проверять, могли принести свои знания, но будучи там, они могли продвинуть технологии дальше. Безусловно, безусловно, то есть среди людей, которые изгнаны были из Португалии, бежали из Португалии, ну и сначала из Испании, потом в Португалии, большая часть были, то есть значительная часть были ремесленники, носители знаний по... в том числе и по кораблестро... По оружейному делу совершенно точно. Были люди, которые занимают... То есть среди тех, кто убежал, бежал через Францию, вначале во Францию, а потом... или в Турцию, а потом из Португалии. Там, кстати, это не такой прямой путь был. То есть там... Там были разные волны, там часть евреев, они эмигрировали, как вы помните, в начале в Новый Свет, и оттуда они уже расселялись. И, соответственно, Инквизиция приходила в Новый Свет не сразу после запретов в Португалии. То есть и в Испании, в испанских владениях тоже не сразу вводились ограничения. Ну, понятно. Ну, вот, я бы исследовал. Мы с Александром обсуждали вот эту тему, что влияние евреев на разные эпохи экономического, технического развития, они требуют своего исследователя, потому что это очень политизированная тема. И даже если эти факты имели место, не факт, что европейская наука историческая того периода стала бы их прямо до первого места выстроить. Это возможно, но а так ли нам нужно вообще то есть для меня, ну, у меня лично есть такое увлечение, я хочу эту тему понять. У меня есть внутренний мотив. Я понял. Спрашивайте, есть ли мотив у вас, ну, ваш ли где? Хочу объяснить, нужно ли нам устанавливать приоритет, именно приоритет евреев. Я не приоритет, мне нужен. Совершенно очевидно, что для развития того или иного технологического новшества или просто самого экономического новшества нужно достаточно большое количество людей, ну, какая-то группа людей, которые поддержат и примут. И ясно, что среди них были евреи, совершенно очевидно. это ясно, но, извините, евреи в разные эпохи более близкие к нам, мы знаем, что они не пропорциональную роль играют, не то, что их какое-то количество и так далее. Они часто играют решающую роль. И тут много причин есть. Тут есть много причин, и мне как раз интересно в истории такие моменты. Если возвращаться к Китаю, подождите, послушайте меня, я все-таки развиваю терпение, как долго я ждал ответа на ваш вопрос про Китай. Почему Китай развивался в 16 веке, да, и вдруг Европа так сильно его обогнала? В 15 веке, в 15 веке, в 15 веке, в Китае, дело в том, что опять Китай, ну, подождите, дайте мне ответить, я хочу ответить. Это риторические упражнения. Ну, то есть, я хочу дать версии, безусловно, и другие версии тоже. Разница огромная, огромная разница, что в Европе был Юденберг. Это просто изменило мир. Гутенберговый имя? он изменил мир. То есть, стал мир связанным. Книги связали мозги людей всего континента. И всей этой части мира с какого-то. И это дало просто полчок. А в Китае тоже была книга-печать? Ну, нет. Там они на дощечках что-то делали. Там же не было наборного шрифта? Нет. Да это невозможно. То есть, они херобли. То есть, я думаю, что для китайцев издать книгу, это был огромный труд вырезать на дощечках все. Ну, не знаю, известно ли вам объем книгопечатания в Китае? Много ли там газет издавалось? Издавали, из газеты там издавались. Объем как листов. Сейчас скажу, я вам сейчас найду, пожалуйста, что вас интересуют объем Китая. Я согласен. Тема захватывающая. Сравнить объем книгопечатания в Китае и в Европе. Мне кажется, ну да, извините. Я думаю, что он был, ну, просто за счет того, что китайцев много. в Китае во времена династии работали так называемые социальные лифты для, ну, то есть грамотный человек мог до чиновника последовательно сдавая систему экзамена последовательно там раз за разом. Он мог подниматься по ступеням социальной лестницы. Я думаю, что то есть это было мотивировано. Мотивация была. Надо проверить две вещи. То есть это не на перечке. Подождите, Аарон, какие-то вещи у меня уже мелькали. Один это количество книг, которые Александр может уже ищет. А второе это процент грамотных людей в обществе. И мы знаем, что Голландия, допустим, была на первом месте в Европе. Там была карта мира. Мне кажется, я вам огонь присылал. И количество грамотных, процент грамотных людей в Европе стало огромным в сравнении с Китаем. Да. Вот, Михаил, если вас рисовал, вот как они печатали. Вот это что это такое, рассказывайте. То есть, деревянное. Вот каким образом они печатали книги китайцев. Ну, подождите, странички у них какие-то совсем бедные. Не видно страницы, наполненные текстом. Они немножко по-другому. У них вообще шоу, у них вообще традиционная Китай, это как видите, печатали, вот они, это вот каким образом они печатали деньги. Как видите, у них идет сверху вниз, а не слева. Да, да, да. И количество текста относительно маленьких. Это бумажные деньги и отпечатанные бумажные деньги. А что на полях? Это просто что-то технологическое или это что-то особое? Подождите, на предыдущую, можно на секундочку только? Предыдущую картину. Что поля, это украшение просто такое или что? Резьба фигурная или что-то такое? Судя по всему, да. То есть, как это? Или какая-то текстура дерева? Это, заметьте, это коперплейт, то есть, медная это самое доска. Медная доска. Подождите, а что это значит? Ее отливали от дерева или что? Как ее из этого? Отливали от дерева, а делали это из бронзы. Видите? Мового тайп, то есть, или может в мягкой керамике какой-то? Нет, это на бумаге. Нет, подождите, я имею в виду матрица для вот этой медной дощечки. Ее отливали в чем? Отливали, конечно. Ну, в чем? А в чем отливали, могу посмотреть. Могу посмотреть. Вот это вот, кстати, книга, пожалуйста, 1400. Так что, ну, страничка книги. Вот. А это уже, это в Корее, то, что опять, ну, это китайское, естественно, из Китая большая. А в каком году в Европу пришла бумага, ну, как основной материал? По-моему, это, по-моему, это где-то в 13-14 веке, по-моему. Нет, 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 пораньше. У евреев есть особая история с началом использования бумаги. Значит, к... Не, ну, евреи, это да, мы говорим про Европу, мы не говорим, что... Сейчас, одну секундочку, это как раз в Европе происходило, мне кажется. Вот с утра, вот этот самый принт, видите, старейший, сохранившийся. Я вот вам хотел сказать, Какого года, кстати? Подождите, кто... А, ну, извините, да, я... Кто у еврейских мудрецов? Кто был до... до Раши? Рабино Гершим у нас, Ашкин Азов? Нет, еще раньше. Гаоны были. Гаоны в это самое... скажите... В Павеле. Нет, нет, кто был уже в Европе? В Европе или на Ближнем Востоке? Ну, в смысле, в таком, Ближнем Европе. Вот, кстати, вот смотрите, это Дямон Сутра, это, это девятый, это девятый век. Вот, в десятом веке... Это самая ранняя книга. Подождите, в десятом веке у евреев кто, кто, кто был из мудрецов? Ну, известно, мне бы выпало просто из губернатора. Рабинер... Раби Гершим был, по-моему. Ну, а после? Ну, ладно, я вспомню, но это известный человек. В каком, в каком регионе Европы, простите? По-моему, там были в Италии у нас, это самое. В Италии, ну, если брать классическую версию, то да. У меня должно всплыть в моих мозгах, да давайте оставим. Я могу, я могу посмотреть, я могу посмотреть. Он был первый, короче говоря, он первый, кто использовал бумагу, и у него было очень много рукописей, и со своими учениками, это первое общение началось на бумаге. Это было на грани тысячелетия, первого и второго тысячелетия. Ну, смотрите, были, конечно, очень многие там... И это уже был период прихода бумаги на европейский континент. Я вспомню, у меня просто дырки в голове, это известно еще, имя. Плохим походу, значит, там. Ну, были в основном, конечно, в Испании, там. Ну, да. Вот был Робейн, сейчас я покажу. А, Садия Гаон. Он в Испании был, да? Нет, он был в Вавилоне. А. Ну, словно говоря, исторически... Нет, нет, он не только, он только, нет, он был только в Вавилоне? Ну, да, можно считать. Вот, вот смотрите, вот это вот, вот. Подождите, он был первый из еврейских мудрецов, просто я читал об этом, который стал использовать бумагу, которую завезли из Китая. И это привело к совершенной революции общения внутри еврейского мира. Девятый век. К сожалению, много его трудов из-за этого пропало, что они были на бумаге. Садия Гаон родился в Египте, а потом переехал в Багдад, ну, в Узелор, то есть в Суру, и стал там Гаоном. Ну, то есть он с Египтом тоже был, то есть это... Все-таки тот период, когда, ну, как бы уже происходил контакт между европейским, это на грани перехода Торы в Европу, да? Да, вот сейчас. Нет, там была дорога дольше. Но в Испании когда были первые? Испания, действительно, после картофельского Халифата, я думаю, стал. Да, вот это вот первый раз, этот самый, это 11 век, Испания. Ну, вот, Садия Гаон, это у меня отпечаталось, в память. Дырка, застань. Я прошу прощения, я прочел в Википедии, что Лев Разгон, писатель, был потомком Садии Гау. А, ну да. Вот. Я сейчас прочел, я не знал. Это здорово. Вот. Так подождите, все-таки книга печатания не стала таким центральным в Китае, как в Европе. Вот, ну, короче говоря, надо разобраться. У меня есть такое ощущение, что вот эти наборные матрицы, они все-таки коренным образом увеличили объем печатаемых материалов. Вот видите, вот эта первая книга, это печатаемые, 9 век. Где? Китайские? А, Китай, Китай. В Китае, конечно, это было рано, да. Я согласен полностью. Но эта книга, это обложка, а сколько в ней страниц было? Ну, это можно посмотреть, конечно, сколько, но это, это самое, это Армазная Сутра, по-моему, там, там тоже, это ни две, ни три, я так понимаю. Ну, конечно, вообще-то, если, вот, что, что вот на этой картинке было? Как бы, вся, ну, ладно. Что на этой картинке было? Вот она, вам показать эту картинку сейчас. Нет, 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 я, я беру свои слова, извините, я вас... Вот, Будда. Вот. Ну, там, как бы, в развернутом виде было на следующей картинке. Какой-то развернутый. да, 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 это, это как раз вот из дерева, вот это вот, набор деревянный, самый древний. Не понял, это, это выглядит наоборот, как пергаментный свиток, или нет, или я ошибаюсь? Нет, это деревянный, вот набор, это самое, тут сделали. Ну, если он такой, он относительно скромный, да? Да. Ну, естественно, скромный, это там век примерно такой же. А это вот, какое это вращающееся они сделали? Ну, вот этот самый, но в Европе, они, да, они распространились, грубо говоря, об Италии, где-то в веке в четырнадцатом, в тринадцатом, четырнадцатом, вот. А, тогда же, примерно, тогда же Голландия, ну, потом вот, в 14 веке в Германии, в пятнадцатом веке это уже дальше, там, в Восточной Европе. Прошу прощения, что, печать или бумага? Печать и бумага. Бумага. Ну, вот. Так что, я не знаю, приняли ли вы мою версию о том, что разница между Восточным миром, Китаем, Индией и Европой, это, что в Европе стали читать, печатать и массово читать книги и другие печатные. Можно вопрос, не относящийся к теме? Италия действительно была первая по производству бумаги. Да. И, в то же время, в Италии, если я не ошибаюсь, зародились, зародились, такие, я забыл, у меня была специальная закладка, и просто я не хочу отвлекать ваше время, но манускрипты, которые были написаны, условно говоря, на абракадабрском языке, с картинками, которые, ну, как бы не относились к этим, то есть, условно говоря, согласно распространившейся, распространенной теории, и богатые люди, когда уже стало модно иметь библиотеку, заказывали людям, ну, писцам, написать вот трактаты научные. Я могу найти и прислать, Алексей, честно, у меня где-то есть закладка специальная, посвящена вот этим вот книгам, то есть, как бы псевдокнигам, у них есть специальное название, которое я сейчас могу поискать, если хотите, просто, но Алекс наверняка должен, должен о таком, там, поискать, Алекс, вы наверняка вспомните, но вы поняли, о чем идет речь? Да. То есть, когда уже еще не было печати, но бумажные книги стали престижны, то есть, возникла, согласно распространенной теории пока, то есть, она не подтверждена, да, возникла индустрия, то есть, создавать такие псевдонаучные, псевдотеологические, псевдофилософские трактаты, заполнять ими книжные полки, условно говоря, в замках и в богатых домах. Многие способные люди, они обрели намного больше свободы излагать свои мысли на бумаге, на пергаментных свитках, это было очень дорого, да? Это только состоятельные люди могли много на пергаментных свитках писать. А так, человек мыслящий мог изложить свои, мог писать дневники, например, да? или свои мысли... Писать он не мог. Прошу прощения, но пергамент это очень дорогая вещь. Насколько я знаю... Нет, я говорю... Подождите, вы меня не услышали. Именно когда пришла бумага, вот это коренное изменение произошло. Люди стали писать для своего удовольствия. Учитель ученика мог там письма писать и так далее, даже не будучи богатым человек. Ну, в общем, одно маленькое лено, дело в том, что традиционно, значит, в Европе, в римское время и так далее, там писали на папирусе. Да-да, вот интересная тема, да. Папирус был дорогим или не очень? Папирус был не таким дорогим, но там было два особенности. Первое, значит, папирус, это живет где-то там 200-300 лет. Вот. Почему, кстати, у нас нету вот текстов на папирусе, скажем, Тора и так далее, потому что это вот продаватель жизни папируса не такая большая. То есть, достаточно, чтобы вот так функционировали в синагоге, но не то, чтобы там сохранялось тысячелетиями. Какие-то фрагменты остались где-то? Да, ну, где-то в особенных условиях, где-то вот здесь вот, там, в пещерах и так далее, в Египте, где очень сухой климат, скажем, во Франции по определению не могли остаться. Подождите, я отходил на секунду, Александр что-то очень радостал. Сколько времени папирус мог жить? Порядка 300 лет. 200-300 лет. Но в свое время после захвата в свое время арабами Египта, через какое-то время экспорт папируса из Египта в Европу прекратился, что привело к резкому сокращению мечевого материала, когда он будет что-то писать, оставался только пергамент, который крайне дорогой. То есть, по-моему, на Библию входило где-то, по-моему, шкура 60 овец. Ну, в общем, можно представить, сколько это самое, сколько стоило. Ну, мы знаем, сколько стоит свиток Торы. Ну, да. Нет, тогда это стоило еще намного дороже. Сейчас, грубо говоря, все-таки, это самое, пергамент все-таки столько не стоит. Сейчас больше, наверное, труд стоит того, кто пишет, чем сама кожа. Ну, да, еще плюс там труд. Это еще плюс-то в себе. Да. Я понял. Так, еще раз. Только материал. Еще раз. Почему бумага, сделая, революция? Если отвлечься от того, там, хранить 300 лет или не хранить, люди могут меньше об этом думать. Несравнимо меньше стоило, если они дешевле. Бумага намного, все-таки, папиру все-таки еще был довольно дорогим, да? По-моему, там все-таки это сопоставило, потому что, надо забывать, бумагу из дерева, это, по-моему, только 19 век. А до этого бумагу делали из тряпья. Не из рисовой соломы? Возможно, в Китае, возможно, из рисовой соломы, в Европе точно из тряпок. Ну, в смысле, тряпки, это хлопковые или льняные волокна, да? Льняные или шерстяные, хлопок, хлопок, это, я извиняюсь, это целлюлоз. Да, потому что хлопок, это уже 19 век, и в этом времени уже научились сделать изделие. Подождите, секундочку, тут уже у меня технологические какие-то сложности. Что-то я боюсь, что в шерсти целлюлозы может и не быть. Ну, точно знаю, льняная, в основном, по-моему, это было. В льне, может быть. Это хороший вопрос, я даже себе отметку, из чего бумага делалась, да? Ну, судя по всему, из леного тряпья, который, опять-таки, там было тоже, его не так уж много и было. Ну, тряпья, это не обязательно тряпье, это мог быть просто несотканный лен, да? Не сотканный, не, не, когда нити делают, не спряжили, не спряжили. Довольно дорогая вещь, не забывай, тогда у людей была одна-две переменная одежда. Сейчас, одну секунду. Александр, одну секунду. Это не только сейчас. Одну секунду, одну секунду. Видите, там, где касается технологии, я сразу оживаю. Когда делали одежду, самое дорогое было не просто вырастить этот лен, а сделать пряжу, сделать нитки и соткать. Это самое трудоемое. Если вы хотите просто делать что-то, бумагу вам достаточно вот этот сырой лен, я не знаю, высушить его или что, и уже в котел грузить. Надо проверить. Мне кажется, надо проверить. Это интересная тема. Так подождите. Вы все еще не согласились со мной о главном тезисе, что книгопечатание это интернет нового времени, начало нового времени и оно сделало вот эту революцию и этой революции не было в Китае и не было в Индии и не было в других местах. Где еще другие места, правда? Книгопечатание почти всюду распространилось. Кроме Африки. Ну, в общем, скажем, книгопечатание это, конечно, огромный революция в реформацию. А в Китае, наверное, тоже оно пришло? Интересно, сколько времени заняло книгопечатание добраться до Китая такому наборному книгопечатанию? Ну, вот тут в Китае вот это вот самое делали, кстати, из керамики. Вот это вот набор. Набор? Да, 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 из керамики. Уже после Гутенберга? Да, 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 в Китае. У меня другой вопрос. Та технология, которую Гутенберг придумал, сколько времени у нее заняло добраться до Китая? Добралась ли она? Я думаю, добралась в какой-нибудь веке? Я думаю, что нет, поскольку к тому моменту она сильно уже изменилась. К тому моменту, когда начали в Китае такие вообще влиять, то, что сделали в Европе. Они делали в Китае начали из керамики, потом из дерева, потом из металлов, металла, то есть там что, медь, бронза, вот это. Это все делали еще там, еще до Гутенберга в Китае. Подождите, подождите, подождите. У Александра все время какое-то состояние борьбы? Еще ни с одной мыслью не согласились. Нет, и этот самый, кстати, кто наборная технология, когда она стала другой? Это потом уже стали газеты печатать на... Наборная технология она была включая до начала 20 века, я думаю, да? Да. Ну, так она в Китай, наверное, уже попала к тому времени? Там же были эти колонизаторы и прочее. Дело в том, что там были в Китае, то, что там, кстати, в Японии, это были призвы, это там принесли частично набор, вот, и вот в Китае потребовалось вот этот образец должен быть стоять сто тысяч блоков, то есть это вот. очень неудобно европейский тип применять, который в общем-то там немножко другое соотношение между количеством знаков, которые есть и... А, вы имеете в виду, что китайцам труднее было отличить шрифты, да? Да. Сколько там? Да. А когда вот это упрощенный шрифт в Китае пришел? Вот. Вот тут сказано, что вот тот проект, который был, значит, сто копий шестьдесят тысяч знаков, ну, требовалось это месяц там произвести, запечатать. Вот, ну, сейчас, подождите, если я набрал, так я могу и тысячу копий за это же время сделать? Я плохо понял. Можно, но вы представляете, это самое... И сто тысяч копий. Главное набрать. набор он занимает, он действительно месяцы может занимать. Вот. То есть, им, то есть, который вот то, что называется это самое по передвижной, вот, movable type, они использовали в основном это там правительственные учреждения, которые большое количество копий, которые должны были распространяться по всем провинциям. А книги в библиотеке, ну, книги, ну, просто книги, чтобы в каждом селе были книги. Этого не было, этой культуры не было просто. Это, этого не, этого не было, вот. Соответственно, процент грамот где-то, это где-то, это где-то в девятнадцатом веке только. Ну, вот я так и думал, что в девятнадцатом веке. До этого у них было свое, вот то, что я показывал, какие вот они, как они делали. Ну, хорошо. Так что, ну, то есть, причем девятнадцатый век это уже, скажем, в Японии это уже где-то середина, в Корее это конец веку. Ну, тогда же вот примерно уже в Китае. Я вам показывал этот самый процент грамотных людей, да, в прошлый раз? По-моему, по-моему, потом я нашел там по миру, по миру, в Голландию, Ну, там явно вот в Голландии. Да, то есть, какой процент, естественно, что... Александр любит Пруссию, а я люблю Голландию. Там было... Я не говорю, что я люблю Пруссию, самый высокий в Европе. Потому что я считаю, что она просит... На нас повлияла намного больше, на нас конкретно, вот на нынешний мир, чем Голландия. На Голландии к евреям было намного лучше, а кроме того, я утверждаю все-таки, что капитализм современный как раз в Голландии возник. И она на мир очень повлияла. Значит, первое производство, как мы уже сказали, с разделением труда, это кораблестроение. Это с механическими пилами... А где это самое? Слышишь? Циркулярная или какая-то пила, которая в Витреком приводилась, она привела к тому, что можно было дешево распилить доски и дешевые кораблисты. Но это не только дешевые, это разделение труда в таком настоящем капиталистическом смысле. И создание таких фондовой биржи, создание коренных инструментов капитализма. Так что это огромное влияние на современный мир. А я даже не знаю, какая-то ограничение монархии действительно первое возникло в Голландии? Нет, конечно. Побода вероисповедания между прочим, такая маленькая вещь. Ну, нет, конечно. Свобода вероисповедания? Нет, потому что ну, Испания, во-первых, ну, вы имеете в виду Испания при мусульманах, да? Ну, может быть. Возможно, я не уверен. свобода вероисповедания? Никаких проблем? Евреи разве были полноправными гражданами мусульманской Испании? Мусульман же требуется к евреям, христианам, они должны быть на одну ступеньку ниже. Там особый налог платить и так далее. Ну, в общем, формально да, но де-факто были много периодов, когда это не соблюдалось, скажем так. В Голландии это было государство, где по-настоящему евреи вздохнули грудью полной. Даже выкресты это единственное место, вернее, не выкресты, а ровно наоборот. Те, кто гиур сделали, да? Их же сжигали на костраху все равно. Геры. Геры, да. Их в Европе сжигали на кострахе. Они бежали все в Голландию. Понимаете, в Голландии дело в том, что опять-таки, ну, скажем, в конце 18 века по-моему, 85 процентов, скажем, евреев, они, подавляющее большинство были ашкинарские евреи, они каком в Астердаме, они пользовались, они были бедными, и вообще их надо было кормить. Ну, ну, Где общего населения было только треть. жили достаточно много. Было всегда много и бедных евреев, и продвинутых евреев. даже если очень и евреев, которые вот эту диржу фондовую держали, и купцами были. в Ирландию особенно тогда евреи, они особенно потом ехали. Куда? В Ирландию? Была островская компания нееврейская. Это было островская. Ну, хорошо. Конечно, были евреи, которые участвовали, но это были единицы. Но евреи такие были, придворные евреи, были всюду, они были и в Германии. Я хочу сказать, что есть открытая тема. Вот мы одно обозначили, это кораблестроители португальские. Повлияли ли они на революцию в Голландии, кораблестроители? Это как одна из тем. А я посмотрю, я ничего сейчас сказать не могу, поскольку надо будет посмотреть. Ну да, это открытая тема. Скажите другое, я плохо знаю, где возникло ограничение, в Голландии возникло ограничение в монархии? Что там такое произошло? Ограничение на что? Монархии, монархии. Ну как, итальянские города? Подождите, я хочу услышать про Голландию. Расскажите мне, что в Голландии произошло? Потому что я плохо это помню. Если кто помнит, в Голландии, естественно, вначале это были правители, ну, в Голландии, когда она пришла под объединение, под власть, скажем так, Гауссбургов, было общее правление, в принципе, она там привыкла заправлять, как они хотят. Они не особенно слушались короля. И надо забывать, что восстание, которое было, вот, началось восстание против испанцев, это начала его аристократия. Когда испанцы, точнее, испанская корона пыталась ввести те же принципы, на которых, в общем-то, тогда стояли все государства. И Франция, и Испания, и так далее. что мы называем Голландской революцией, которая у нас в Советском... Голландской, потом они начали революцию, потом началась революция, потом она привела. Какой там уже был статус короля? Нет, после того, как они освободились, уже никакого статуса не было. Это была независимая республика. Подождите, подождите. Объединение от правильной провинции. Одну секундочку, там же до сих пор есть король, да? Король, там вот это одна из исключений, король, там королевство возникло в результате наполеоновских войн. После Наполеона. А, там вообще нет? Нет, ну, я запутался полностью. Мне казалось, что было королевство... Наполеон поставил там своего брата короля. Так подождите, там просто было... Нет, до этого не было королевства. 1815 год было восстановлено королевство. Сейчас, одну секунду. После того, как голландцы была республика. Разве там была республика? Вильгельмарановский, правитель... Да, 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 была республика. Но у него были... Без всякой... Был так называемый штангатый, правитель. Но он, но это было, но это было, он не был монашком. Это была республика. Он что? Он был выдвигаемый. Как он... Примерно как Александр Невский по отношению к Новгороду. Вот. И королевство... Даже меньше, наверное. Так подождите, все-таки первая буржуазная революция в Европе это Голландия. Потому что все время я путаюсь в этом. Ну, все, надо ликбез проиграть. Да, но это не связано с тем, что это республика и так далее. В Англии осталась монархия до сих пор. Почему говорят, что республика и монархия это не связаны? Я плохо понимаю. Что французская революция принесла из того, чего не было в Голландии? Что она принесла ну, в итоге, во-первых, она принесла монархию. Назаря уравняла. До этого это было союзные провинции, в которых разные провинции имели разный вес. Они унифицировали это. Было создано единое государство. Вы о Франции сейчас сказали, да? Я про Францию, то, что они принесли в Голландию. Звук просто, перерыв звуки был. Хорошо, я понял. Вот. И то, что французы принесли. Ну, ладно. Вы рефицировали. Я плохо понимаю. Почему говорят Великая Французская революция и не говорят Великая Голландская революция? Мне еще надо, чувствую, я чувствую, что мне еще надо домастировать. А Аарон, что, вы тоже в этот период не очень? Нет. Потому что в интернете или у кого-то в Французской революции это связывает ее свободы, равенства, братства? Да, да. Вот какие-то принципы в Голландии были какие-то другие, да? А в отношении республики? Ну, избирательное право всеобщего может не было. Чего-то не было от того, что было во Франции, да? Ну, ладно. Короче, открытый вопрос, мы все в этом немножко плаваем. Вот так понятно. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Аарон, вы какую-то еще тему хотели, может быть? Нет, я пока... из Англии, а не с Голландии. Апдейт коронавируса? Пока Александр ищет. Я не смотрел, что там за апдейты, какие у нас... сейчас уже приближаемся к всеобщему карантину, да? Да, совершенно непонятно. А что, детям в школе не говорят, что уже вот-вот все остановится? Детям в школе не говорят до такой степени, что нету, не работают капсулы. Я не знаю... Михаил, почему у вас так Голландия? Почему она... Это самое... Вас на такой степени интересует? Потому что я всю жизнь любил Голландию и продолжаю ее любить. Хотя они, конечно, к Израилю в последнюю эпоху не очень хорошо. Но я читаю вот эту книжку Сефер Зекранот книгу летописи Хабадного Раби Раятса. И в частности, время от времени мельком он упомянует Голландию как действительно то место, где евреи всегда могли найти тихий уголок. При всех катаклизмах великие люди туда... Ну, знаете, там в Голландии никогда не было большого процента евреев. Вот Кан Сефарбус... Небольшой... До... Даже до катастрофы там где-то было порядка там четырех тысяч человек. Это до катастрофы сейчас, по-моему, меньше тысячи. Сефарбус. Ну, он может... Ашкеназов. Тех, которых вот самые считаются ассоциированы со всеми вот с ними. Ну, может, Ашкеназов был. Ашкеназов, да, побольше, но я говорил, что, скажем, в конце XVIII века подавляющее большинство Ашкеназов должны были... Это были крайне бедные, которые должны существовать за счет общения и государства. Ну, евреев всегда так было. Была масса бедных и были какая-то часть евреев, которые были очень... Знаете, такого процента бедных, скажем, не было. Кстати, на то, что в Украине никогда... В России вообще ужас был, да? В России... Ну, такого процента бедных не было все-таки. В Российской империи? Наверное. Наверное. В Местиске просто ужас был. У них не было и бедняки базы. Бедняки в Голландии это все-таки немножко иной я думаю, что в Голландии все-таки богаче была еврейская беднота. Нет, нет, нет. Это не богаче. Нигде в России не существовало, не было ситуации, что там 85% существует за счет общины. Такого не было. Ну, значит, община была богатой. Ну, что значит за счет общины? Там было внутреннее как бы обслуживание люди работали... Потом назвать Голландии в Голландии есть конституция. Надо разобраться. Ну, подождите, у евреев были равные права или нет? Или они в чем-то были ограничены? Александра, звук... Ужасно. Ужасно. Придется Александру слышать. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Очень плывет звук постоянно, Александр. Истинчиво. Ну, это канал связи. Извиняюсь, какой вопрос у вас? Михаил? Александр, очень трудно. У вас канал связи такой. Да, сейчас это самое стараюсь сделать. Какой у вас вопрос? Ну, в общем-то, пока нет. Я думаю, что нужно домашнее чтение делать. Вот. Нет, это какой у вас вопрос? Вопрос был, что в школах происходит. Что с коронавирусом? Аарон пожаловался, что вообще даже капсулы не особо работают. Это ужас. А у ваших детей, ну, те, кто в интернатах, они как бы изолированы, наверное, как-то, да? Но вот дочка, она еще будет там до дрожа шкафа на ты вроде завтра должен приехать. И дальше будет вот, соответственно, неделю так, неделю так. И, по идее, там должны быть как бы капсулы. Я понял. Но я, мой прогноз, что очень скоро ведут занятия в школах. Ну, ближайшие дни, я думаю. Это достаточно естественно. Видимо, это выходные. Живут в интернатах, это как-то проще делают. Я не очень понимаю. Я не уверен. Дай Бог, чтобы это произошло. Я даже остановлю.